Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала Экзегет. На портал поступил такой вопрос. Зачем православные крестят неразумных младенцев? А вдруг, повзрослев, человек захочет поменять веру? Да, действительно, часто спрашивают, нет ли в крещении детей элемента насилия над свободной волей? А вдруг человек подрастет и захочет быть не православным, а мусульманином или буддистом или вовсе атеистом? Исповедовать какую-нибудь другую веру или вовсе не верить ни во что и ни в кого? Почему мы заставляем детей быть православными? Ну вот, когда сталкиваешься с таким вопросом, то хочется задать встречный вопрос. А почему вот мы, жители России, заставляем детей говорить именно на русском языке, как правило, если это семья русскоязычная? А может быть, ребенок подрастет и захочет говорить на каком-то другом языке, японском, китайском? Почему бы не подождать, пока ребенок вырастет, только потом учить его разговаривать? Абсурд, да? А почему мы каждый в меру своей образованности и культурности стараемся передать детям вот то, чем мы живем? Знания литературы, знания кто-то там фильмов, знания каких-то авторов, художников, композиторов. Может быть, они вовсе что-то другое сберут, может быть, другая культура им будет интересна, или они хотят быть вовсе не культурными людьми. А почему мы предлагаем детям определенное меню у нас дома, а не какое-то другое? Может быть, не надо их вообще кормить до тех пор, пока они не подрастут? Вот таким же примерно абсурдным кажется этот вопрос, почему мы крестим младенцев. Если человек живет верой, если для него является абсолютной истиной те слова Христа, которые мы можем прочитать в Святом Евангелии, в Евангелии от Марка, в 16 главе, Господь говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Мы что, хотим осуждения для своих детей? Конечно же, мы хотим спасения. Конечно же, мы хотим поделиться с ними самым лучшим, самым дорогим, самым важным, что у нас есть. И ждать до тех пор, пока они вырастут, это все равно, что вот не кормить их до тех пор, пока они вырастут, чтобы они сами могли определяться с меню. Есть в этом насилие над свободной волей. Но, конечно, нет. Никто не может отнять у человека свободную волю. Когда ребенок вырастет, он, может быть, к сожалению для родителей, но может сказать, вы меня крестили, вы меня воспитывали в вере, а теперь я хочу уйти от церкви, стать неверующим. А теперь я хочу принять другую веру. Конечно же, это предательство. Конечно же, это забвение вот того самого дорогого, хорошего, доброго, что он слышал от родителей. Но это возможно. Мы не можем ограничить свободу человеческой воли. И крестить ребенка, это не значит проявить насилие над его свободной волей. А это значит исполнить слова Христа о том, что мы должны крестить все народы, не только к далеким каким-то людям это относится, но в том числе и, конечно же, к тем, которые рядом с нами совсем живут, к нашим собственным деткам. Крестить их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам во все дни до скончания века. Так сказал Христос. И так мы стараемся поступать и собственных детей учим тому же, что сами услышали от Евангелия Святого, от святых апостолов и то, что нам заповедано проповедовать всем вообще, с кем мы встречаемся. Субтитры создавал DimaTorzok